Добрый день, уважаемые жители Республики Саха и Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике остается напряженной. По данному управлению Роспотребнадзора зарегистрировано 284 случаев новой коронавирусной инфекции. В городе Якутске зарегистрировано 136 случаев. 18 случаев зарегистрировано в Нерингринском, в Улусе. 1,17 в Алданском, в Улусе 15 в Мегино-Кангаласском, 14 в Мирненском и 11 в Сунтарском, в Улусе. По 9 случаев зарегистрировано в Нерингринском и Хангаласском, в Улусе. Необходимо обратить внимание, что в целом сейчас основная тенденция сохраняется по увеличению количества случаев в тех районах, в которых до сих пор продолжается достаточно интенсивное передвижение граждан из одного района в другой. Для сельских районов Республики характерно определенного рода снижение, которое связано прежде всего и с нашими климатическими и природными условиями и условиями такого вот разъединения улусов в период наступления, в зимний период. По одному до 7 случаев зарегистрировано в 16 районах Республики. Если сравнить последние две недели, то в целом по Якутии отмечается снижение заболевания на 1%, по городу Якутску снижение на 3%, в районах отмечается рост на 1%. Еще раз обращаю внимание, что рост отмечается в тех районах, которых я назвала, в которых непосредственно отсутствуют какие-либо ограничения по передвижению. В связи с этим для оперативных штабов этих районов необходимо в обязательном порядке соблюдение мер, направленных на усиление контроля за соблюдением мер, которые направлены, соответственно, на непосредственное передвижение граждан, соблюдение ими масочного режима и социальной дистанции. Сегодня у нас количество стационарных больных снизилось на 9,9%. Немного, можно сказать, незначительно снизилась нагрузка на скорую медицинскую помощь в Республике. И, соответственно, количество тяжелых пациентов в больнице 127, на аппарате искусственной вентиляции легких 132 человека, приношу извинения. В Республике продолжается кампания по вакцинации. И необходимо обратить внимание, что провакцинировано первым компонентом уже около 62% взрослого населения Республики. Вчера в Республику поступила дополнительная вакцина Ганку-Авиквакт, 60 тысяч доз и спутник ЛАИ – 15 тысяч доз. Вакцина сегодня с утра доставляется в пункты вакцинации города Якутска, сегодня, а завтра будет направлена в районы Республики. Для всех, значит, для ряда районов у нас сегодня открыты новые участки для вакцинации. Они в основном находятся в труднодоступных, отдаленных местностях, куда появилась возможность в том числе и привезти вакцину достаточно сложную, значит, природно-климатическую, достаточно сложную, значит, исходя из природных условий. Необходимо обратить внимание, что мы начали уже вторую неделю работать в ряд, значит, учреждений у нас заход через КВАР-кады. Значит, вчера был совершен объезд мной как руководителем оперативного штаба по, значит, четырем торговым центрам в городе Якутске. Необходимо обратить внимание, соблюдение требований QR-кодов было, значит, непосредственно обозначено только в двух торговых комплексах. В связи с чем, значит, два других о речь, о соблюдении требований даже не оставили. В связи с чем будут поставлены, опять же, вопросы об усилении в данном направлении. Почему? Потому что начало работы по первой неделе с применением QR-кодов, и, соответственно, с разобщением населения, значит, непосредственно говорит об определенного рода положительном эффекте, направленном на, значит, хоть и незначительное, но снижение заболевания. Продолжение следует... Продолжение следует...